Воскресенье Здравствуйте, дорогие телезрители! В сегодняшний воскресный день в церкви читается отрывок из Евангелия от Луки, 18 глава, 9-14 стихи. Давайте послушаем его. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю же вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это притча Иисуса Христа, которую Он сказал Своим ученикам. И суть этой притчи очень прозрачна. Притча – это образ, поучение, которое доносит человеку некоторую главную мысль. Что-то, что-то очень главное, что человек должен понять. Что же Иисус говорит нам сегодня этой притчей? Давайте подумаем об этом. Ну, во-первых, конечно, она строится на двух персонажах, на двух образах – на фарисеи и мытаре. Кто такой фарисей? Фарисеи – это люди, которые во времена Иисуса Христа считались праведными. Это люди, которые своей целью полагали исполнение Божьего закона. И не только Божьего закона, то есть ветхозаветного закона Моисеева, но еще и различных благочестивых преданий человеческих, которые были очень распространены в их времена. Они все соблюдали скрупулезно и дотошно, и даже большей нормы. Вот, например, здесь фарисей говорит, что он постится два раза в неделю. Но закон не предписывал поститься два раза в неделю. Лишь один раз в год постились иудеи в день очищения. Но вот эти благочестивые люди постились два раза в неделю. При этом, постясь, они особенным образом украшали себя, свои лица, и одевали рваную одежду, чтобы люди, глядя на них, как они молятся, как они постятся, говорили, вот, посмотрите, это праведные люди, они угодны Богу, они замечательные и ведут себя очень-очень хорошо. И вот в притче, которую нам говорит сегодня Иисус, такой фарисей, набожный, праведный человек, пришел в храм помолиться. Он пришел и начал рассказывать Богу о том, какой он хороший, какой он замечательный, что он не такой грешник, как вот тот мытарь, стоящий вдали. Кто такой мытарь? Мытари – это сборщики податей, налоговая в древнем мире. Они покупали право у римских властей собирать налоги, и когда их собирали, делали это жестоко. Обирали людей, своеобразные коррупционеры. За это их очень, конечно, ненавидели и презирали. Очень часто это были люди жадные, очень часто это были люди, которые превозносились над другими и поступали с ними жестоко. И вот такой мытарь, сборщик податей, тоже пришел в храм на молитву, но совершал он свою молитву совсем иначе, чем граделивый фарисей, который стал впереди, пред Богом, дабы показать ему, какой он праведный. Мытарь же, в свою очередь, смиренно, зайдя в самое начало храма, в притвор, даже не смел, сказанно, посмотреть на небо и обратиться к Богу, но только, глядя вниз и понимая всю тяжесть своих прегрешений, сказал ему, «Боже, будь милостив ко мне грешному». Это была маленькая, коротенькая молитва мытаря. Он не сравнивал себя с другими, он не смотрел по сторонам, он не считал, что у него есть какие-либо заслуги перед Богом, что он хороший, праведный. Он знал, каков он на самом деле, и искренне, и честно обратился к Богу с просьбой о прощении и о милости. И Иисус говорит нам в конце этой притчи, что мытарь пошел в свой дом оправданным Богом. Бог принял его молитву, Бог услышал его, потому что он увидел в нем сокрушенное сердце. Вспомним псалмопевца Давида, который говорит, «Сердце сокрушенного и сердце смиренного Бог не постыдит, он не отвернется от человека, который действительно сокрушается в своих грехах, который кается, который просит у Бога милости, понимая, что всякий человек лживый, что мы все согрешаем, и что мы все нуждаемся в милосердии нашего Небесного Отца». Поэтому состояние мытаря – это состояние человека кроткого, которому Бог благоволит и которому щедро открывает свою милость, видя, что человек сокрушается в своих грехах и стремится в своей жизни получить у Бога прощение. В отличие от фарисеев, которые не стремятся получить у Бога прощение, вы посмотрите на евангельского фарисея. Иисус очень часто в Своем Евангелии обличает фарисеев, Он называет их покрашенными гробами, внешне очень праведными, носящими специальные одежды, напоказ молящимися по долгу, напоказ творящими милосердие. И Иисус говорит, вот они как гробы покрашенные, в них много скверны внутри, но внешне вроде они такие красивые. И поэтому, вслушиваясь в эту притчу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры христиане, научимся с вами быть в состоянии мытарей, людей, которые просят Бога о милости и о помощи. И да не будет у нас в нашем сердце фарисейского ханжества, мешающего нам увидеть себя в подлинном Божьем свете, ибо только если мы истинно увидим себя такими, какими мы есть, мы получим Божье оправдание и Божья благодать. А если будем гордиться и превозноситься, Бог отвернется от нас, как Он отвернулся от горделивого фарисея, не требующего у Него милости, а кичащегося, гордящегося своими заслугами. Да поможет нам Господь в этом. Да научимся мы быть истинными христианами, Его учениками, жаждущими милосердия Небесного Отца. С праздником! С воскресным днем вас! Субтитры подогнал «Симон»